Народное славянское радио И вот сейчас пришло время создания этих проектов, которые могли бы финансироваться из совместного общего котла всем миром, которые необходимо сейчас создавать. Пришло самое время. И тогда из этого будут выстраиваться отдельные проекты, которые будут взаимосвязаны между собой. Подошло время, когда мы должны миром сообща начинать действовать. Вот Сергей Данилов, славная ему память, показал это, что мы можем, мы должны взаимодействовать, мы должны выходить на следующий уровень сообща, и мы должны что-то новое придумать. Просто коммерцией заниматься – это саморазрушение, это создание цивилизационной структуры внутри цивилизации. Это бесполезное задание, бесполезная вообще идея саморазрушения. Наша задача – создавать державное производство, которое будет позволять тех, кто находится в общине и в державе, обеспечивать всем самым необходимым и увеличивать благосостояние державы. Если бы вы знали то, что знаю я, и то, что я не имею права без их дозволения говорить на камеру, вы бы меня поняли бы сразу с лёта. Потому что вплоть до того, что не буду говорить кто, приезжаешь, а он полтора дня не ел, потому что у него пенсия 5000. А за квартиру на три заплатиться? А за квартиру три. Вы понимаете, что выживаем? Сознание, осознанность, понимание – это то, что сейчас нас спасёт. Через это вы поймёте, что делать и как делать. Не будет сознания, не будет понимания, так и будете понакакать, как рабы жить. И будете всё время плакать, что у вас барин плохой, царь плохой, и как бы нам найти нового хозяина. Нет, друзья? Гранты нам никто не даёт. Нет, спонсируют никто. Тоже не спонсируют. Да мы вообще не спонсируем отказать. А я у себя на заднем дворе алмазную шафту не... Нет ещё, не получил. У меня нефть тоже пока не нашли. Но они же не требуют денег, значит, не надо их поддерживать. И эти тоже сами собой будут развиваться. Да такого не бывает. Только сами собой сорняки развиваться могут. Нам необходимо расширяться. Мы же можем, извините меня, выкупить чистоту, ни много, ни мало, да, какую-то радиовещательную, федерального значения. А почему нет? Кто сказал, что это невозможно? И вещать на всю Россию по всем регионам. По-моему, мы сами себя ограничиваем. Здорово. Вот я сейчас многим задам вопрос. Алексей Орлов, когда вам стал известен? Вот не секрет, уже Алексей Орлов известен, скажем так, в славянском мире. Да даже не в славянском мире, а вообще в Российской Федерации, в Белоруссии, бывшем СССР, даже в Европе, даже в Германии, Франции. Америке. В Америке мне там пишут. Я говорю, да, мы знаем Алексея Орлова. Как Алексей Орлов стал знаменитым? Как вы думаете? Он себя пиарил, он заказывал себе компании какие-то, я не знаю, там вешал объявления на столбах, что он Алексей Орлов и тому прочее. Он вначале этому миру дал нечто, подарил свой дар. Он обладает даром, каким? Элементарно. У него есть руки, он наладил эфиры, он наладил славянское радио, и он людям дал возможность, которым он считал нужным, выйти в эфир и поделиться своей информацией. То есть он... Уточнение. Уточнение. Не просто сам, а я сумел призвать тех, которые в некоторых вопросах намного мудрее и умнее меня. И в итоге он этим людям помогал давать информацию вам, зрителям, слушателям. И этим самым, через помощь кому-то, то есть мирозданию, роду, кому угодно можно сказать, через помощь он стал сам нечаянно вдруг знаменитым. его опыт, подтверждаю и я, то же самое. Когда я еду куда-то в город, мне там, Вася, можно тебе руку пожать? Я офигеваю. Я говорю, да ты что, с ума что ли сходишь? Вася, вот это... А мне человек со стороны говорит, Вася, ты помог кому-то? Ну, к примеру, тому же Сергею Александровичу Данилову это. Все, будь брат, типа того, что держи себя на уровне. То есть и Алексей Орлов, он мирозданию что-то дал, то есть свой дар, которым он обладал, поделился со всеми нами и с мирозданием в том числе. Отсюда и ему теперь мироздание возвращает это кратно. Точно так же с державой, если взять аналогию, провести, если мы хотим создать державу, братцы, не с голубого вертолета все начинается и человечка в шляпе, который прилетит и нам эту державу даст, а с вас эта держава начинается. Вы должны, вот о чем Алексей говорит, дать что-то державе, то есть свой дар какую-то, а часть этого дара поделиться, подарить уж. Кто как скажет. То есть делимся в начале, в державу, а держава нам уже это возвращает. Все-таки уточнение, которое надо сказать. Дело в том, что сам бы Алексей Орлов это ничего не сделал. Все, что сделано, это руки, мозг, мышление, родовые каналы всех соратников, которые так или иначе с Народным славянским радио связаны. Всех тех добрых людей, которые так или иначе поддерживают Народное славянское радио. Вот благодаря этой команде и благодаря добрым людям, ведущим, понимающим, осознанным, у нас что-то происходит. А не просто так, Алексей Орлов. Не надо Алексея Орлова там возносить до небес. Нет, я говорю про первый день. Давай, так хорошо. Ладно, принимай первый день. Вот, по сути, сейчас радио это маленькая община, где каждый человек, несмотря на то, что есть главный редактор, казалось бы, тот, который вот давит, там должен давить и пробивать что-то. Это община, где каждый, исходя из своих возможностей, пытается, и опять же, подстраиваясь под мировоззрение, принятое в этой общине, под потребности этой общины себя проявлять и делать что-то. Вот какая идея. То есть, у нас уже появляется мини-община, которая готова вот этот вариант взаимодействий потихонечку развивать и предлагать в информационном направлении на более широкий уровень какие-то свои наработки для создания общины более широкой. То есть, это единомышленники, которые пришли тебе на помощь. Да, не просто заработать деньги, потому что у нас денег никто не платит, не просто прославиться, потому что у нас прославиться тяжеловато, это надо пыхтеть и пыхтеть, а именно делать. Делать каждый, кто что может. Совершенно верно. У меня та же самая история, там, Вера Лысенко с Америки прилетела, мне камера за 100 тысяч подарила, Атон Мигей, не буду говорить, откуда, короче, тоже взял, просто мне выслал микрофон, и зрители каждый месяц, кто сколько может, 50 рублей, 80 рублей, то есть, кто-то тысячами может, это понятно все. Я просто к чему говорю, к тому, что пока ты в мироздании чем-то не поделишься, тебе мироздание ничего не даст в ответ. Это же обычная премудрость, которую все прекрасно должны знать. Должны, но не знают. У нас отравлены цивилизации, а цивилизация построена на недержавном, а на демоническом. Все говорят, у меня есть права, извините, давайте начнем с обязанностей. У нас есть держава, нет, у нас держава, мы хотим ее создать, да, мы хотим ее, ну да, создать, не возродить, а создать свою, новую, согласно сегодняшним реалиям. Условиям жизни, конституции, политическим, экономическим, вот так далее. Держава начинается с нашего дара в эту самую державу, а иначе никак. Как, чего, Леша будет делать? Нет, я? Нет. У нас не получится даже вдвоем. Мини держава. Без вас? Бесполезно. А если вы, то значит начинается с кого? С вас. Держава. Это все очень элементарно, мне кажется. И опять же, возвращаясь к масштабности, ребят, не глупите, не думайте, что ваша держава вот здесь вот заканчивается, за этим забором вашего посещения. Она там только начинается. Вы должны понимать элементарные вещи, на что мы целый час с Алексеем потратили, чтобы вам показать. Друзья, пора взаимодействовать. Хватит сидеть отдельно, как черепашки, в свои панцири засунувшись, и все. Хватит. Я множество слышу этих криков. Ой, сейчас мы высунемся на всех тучах. Скосит и тому, да тоже это все глупости. Тоже это все глупости. Я, как и Алексей, беру интервью у многих людей. Я к одному приезжаю, ко второму приезжаю, у меня слезы наворачиваются от их образа жизни. Не потому, что вот у них такой образ жизни, а потому, что у них нету возможности. Сергей Данилов, например, он жил же в курятнике. Он, конечно, грубо, но тем не менее, это реальный гараж, построенный был для машины, который он просто поделил на две части, и вторую часть так утеплил, и там жил с печкой. Печка только выключается, то есть тухнет мгновенно от дубак там. То есть, вот просто, вот как есть, так и говорю. Мы должны научиться взаимодействовать друг с другом. Мы должны понимать, что если мы хотим жить так, как мы хотим, то наша держава только за забором начинается. И мы должны понимать, что я должен свой зад поднять и приехать к Лёше с ним пообщаться, ему позвонить. Вы должны свой зад поднять и друг другу в гости сходить к соседу, начиная со своей же площадки, блин, у этого же дома. Вот на меня вышел парень, конечно, его зовут Сергей Алексей, который копник.орг создает сайт электронная копа. У него же прекрасная идея, мы будем создавать с ним ролики, где будем разъяснять. И он говорит, что, пожалуйста, приходишь, регистрируешься и там же выдается адрес свой указываешь. Улица Ленина, дом 18, квартира 78. И там же высвечиваются опана, а в 74-е то уже зарегистрирован. Хотя бы так найдитесь. Если уж не хотите в гости ходить, то хотя бы через соцсети парень предлагает. Но на самом деле это костыли все. Это понятно. Ну, с чего-то ж надо начинать. елки-палки. Если уж мы не идем на землю, а сидим в городах сейчас, вы в городах друг друга найдите. И не надо бояться. Хватит вот это вот, что, ой, сейчас нас всех пересчитают. Козленок, который умел считать до 10, да? Да. Понятно. Но все-таки я немножко расширю то, что ты сказал. Знаешь, почему? Все-таки держава начинается не за забором, держава начинается вот здесь. А вот это проявление всего мироздания. Если у вас вот тут что-то неправильно, если вы отравлены цивилизацией и не понимаете элементарно выгоды существования, бытия, жизни, державе, то в этом случае вы ничего не сделаете. Вас так и будут дальше угнетать, потому что вы, как раб этого хотите, желаете, а мир только исполняет ваши желания. Еще раз говорю, необходимо уйти от раболепства и рабского представления. Необходимо стать созидателем этого мира. Необходимо осознанно относиться к этому миру, понимать, что происходит. И первое, когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, обратите внимание, кого они в вас видят. Вот мне сейчас спрашивают, а как понять вообще, вот этот, например, человек занимается строительством державы или чем-то другим. Может быть, он просто в сторону уводит, говоря какой-то там русскости или говоря какой-то там гуманности или о чем-то еще. Ну, понятно, да, разные там варианты. Как понять? Я говорю следующее. В державе, поскольку нет вот этого бизнеса, который нам навязали, цивилизационного, то нету конкуренции. Если вы чувствуете, что человек кого-то принижает, не говорит правду то, что есть, а именно принижает как конкурента, что у вас лучше, это первый признак того, что он сам находится, как говоришь, в парадигме современной цивилизации. Он сам отравлен. И он все лишь навсего использует вас как материал, как те же самые винтики, шпунтики, которые ему принесут деньги. Это первый показатель, который надо учитывать, который вам покажет, что есть на самом деле. Но если вот тут у вас нету тямы, нету желания и представления о том, как жить, никакой державы построить не удастся. Все начинается вот здесь. Потом продолжается. Здесь само собой, когда это соединяется с этим, а это вот с тем, то получается как раз то, что нужно. И потом уже продолжение державы начинается за забором. Вот. Но это первично. Знаешь, Вью, что думаю, час 34 мы наговорили, а мы только подошли к главному вопросу взаимодействия. Будем или сразу будем выдавать, или будем это как-то можем сразу. Можем в частях и взаимодействие. А что ты имеешь в виду взаимодействия? Взаимодействие. Может, немножко поговорим о том, что мы говорили об этом. Как нам взаимодействовать, как нам помогать друг другу? Так очень просто. Если человек понял необходимость этого бытия через осознание этого, через выгоду той ситуации, в которую он хочет себя погрузить, он тогда будет искать взаимодействие с другими людьми. Если он только стремится в свой карман положить побольше, то он продолжает жить в цивилизации, и все его слова так остаются словами. Многие говорят, не-не-не, не в карман. Мы хотим сами жить прекрасно у себя в поселении. Отдельно. Хорошо. Значит, они не поняли выгоды. Выгода заключается в следующем, который мы обрисовали. В одном поселении или на одном участке этого поселения, в родовом поместье и в целиком поселении, невозможно воссоздать весь цикл производства того, чем можно строить дом, чем можно его поддерживать, чем можно воспитывать детей и так далее. За кого замуж вы давайте, женить и тому прочее. Здесь много-много вопросов возникает. Они не понимают, они думают, вот-вот... Я думаю, что сейчас уже начинают понимать. Вот после нашей беседы уже многие начнут понимать, что выгода заключается в том, что первое, вас никто не угнетает, никто вас не ущемляет в ваших правах, а наоборот, дает возможность расширить свои права, дает возможность увеличения своей выгоды со всех сторон и экономической, и физической, и физиологической, и многих-многих других, в том числе там и ментальные какие-то сейчас там вопросы пойдут и прочее. Все будут рады знать, что есть некая там, к примеру, сеть взаимодействия общин, в которых, блин, извините, малая авиация, ребята ездят на прекрасных машинах, у которых есть комбайны, и которые там свое собственное производство одежды и тому прочее. Это же, по-моему, только наоборот лучше. Конечно. Многие, смотри, многие привыкли, что у нас сейчас как свой дом, свой участок, своя машина, то есть свое-свое-свое собственничество, собственничество. Так вот, а когда человек живет в общине, если он понимает, что вокруг него нормальные люди, а он, в первую очередь, должен сам проявить всех нормальным человеком взаимодействие, когда у тебя есть понимание необходимости, через здравый смысл ты понял выгоду этого всего, ну ты что, будешь враг себе, что ли? Нет. И вот смотри, если я живу в общине, например, я понимаю, что на 100 домов в общине мне не нужно 100 машин. Конечно. Ну не нужно просто. Мне не нужно 100 тракторов. Мы в Японии или где-то провели вот этот эксперимент, все договорились в деревне оставлять ключи в машинах и вот ездили по пути на дорогу, подбирали свои соседи и получилось, что у них две трети машин мертвого целый месяц стояли. Именно. Именно. Мне не нужно каждый комбайн на свой дом, свой трактор на дом. Ну не нужно это, это невыгодно. Я вот в Воронеже своим ребятам, когда вот мы недавно пытались создать, ну ездили, нашли место, где будем поселение делать, всего 6 человек семей, скажем так, нашлось. И я говорил, я говорю, я ключи от своей Ауди буду вешать. Типа, кому надо, берите машину и то не понимали. Они говорят, а что это надо тогда мне свои ключи типа от своей машины вешать. Я говорю, не надо, я говорю, держи их при себе. Это совершенно все непонимание выгоды. Люди, люди не понимают выгоду. Так вот, представляю себе, вот за нами здесь находится поле, несколько десятков гектар. Как поступают люди? У них это поле арендовано. Ну какой-то агрокомплекс арендовал, но арендовали хитро. У них кроме тракторов и машин ничего нет. У них есть сейлки, какие-то там обрабочие, которые удобрения разбрасывают, разливают. Ну и пахающие вот эти культивирующие дела. Все. Комбайнов у них нет. Потому что комбайны дорогая система. А тем более классный такой по европейским технологиям, который Россельмаш, например, производит. Что они делают? Они приехали, засеять просто. То есть спахали, проборонили, удобрения разбросали, проборонили. Дальше сейлка прошла, поле засеяно. Дальше они уповают на небеса, чтобы был вовремя дождик и было тепло. Само растет, 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 достигает нужного уровня. Пора собирать. Они звонят в то место, где есть комбайн и говорят, выделите нам, пожалуйста, два комбайна. На неделю мы уберем это поле, вон то поле, вот это все, там 100 гектар, грубо говоря, убрать. Что происходит дальше? Они говорят, вот такая-то цена за аренду комбайнов, за работу наших представителей, ну, те, которые на комбайнах водителей. Все. Говорят, отлично, к примеру, там 100 тысяч рублей. Да без проблем, 100 тысяч рублей. Они своим агрокомплицам, то есть, прям община, выделяют 100 тысяч рублей, я перевожу теперь на общину, приезжают два комбайна, ребята успевают только подгонять свои трактора и возить на место разгружать. Есть еще вариация. Сейчас, закончим, сейчас, закончим, закончим. Так вот, что получается, за два дня, они это все поля, за три дня, может там за четыре, за 100 тысяч, они убрали, эти ребята получили на несколько миллионов продукции, 100 тысяч спокойно выделили, те счастливые и довольные свои комбайны угнали и поехали другие поля обрабатывать. А эти, из нескольких десятков миллионов, дальше думают, а что с ними дальше делать? Миллионов-то 10, и они дальше начинают вкладывать в это, в это, в это, в это. Смотрю, там премии выписали, я смотрю, агроном на новой машине ездит, или кто-то там еще, директор на новой машине ездит, на рядовой там какую-то машину, то есть они делятся, то есть получается, получается, что общинно жить-то выгоднее. Конечно, конечно, поэтому ранее на Руси земство как-то и жили, там даже не было выделения вот этих сумм, там просто, у нас есть парк собственных комбайнов, взяли, выгнали, ребятам оплатили, конечно, работу, а комбайны, это собственно земское общество. Теперь вопрос, а зачем мне внутри общины нужны деньги? Вот если так разобраться, если у меня есть свой магазин, который не за деньги продает, а отдает мне то, сколько мне нужно. Если мои дети ничем не нуждаются, дом община подлатает, дорогу сделает, я могу в своем садике огородике копаться, без проблем. У меня есть работа. У меня есть свой специалист. Конечно, конечно, я специалист в этом деле, в своем. И получается, мне нужно что-то, я в соседнюю общину говорю, ребят, мне нужно, например, там холста вот столько, чтобы вот та община мне пошила, потому что там хорошие мастера. Они делают, говорят, а мы взамен, как говоришь, натуропродукт, мы знаем, что мы всегда обменяемся, потому что у нас есть как трудодни внутри общины, так трудодни или трудотоварооборот между общинами. Мало того, а если державный оборот, так мы еще и в державу через биржу все это дадим. И какой-нибудь тот, который назначен руководителем, он просто-напросто будет смотреть, в моей державочке маленькой, все прекрасненько и хорошо. Звонит, товарищ министр, у меня план перевыполнен, куда мне зерно, в Америку направить или куда-либо в Бразилию. В Бразилию все. И он договаривается, приезжает раз в компанию, забирает это зерно, в Бразилию поехала. В общину или в холдинг большой. В свой караван по Флорту. Да что угодно. Приходят деньги, которые на счету улегли, а мне деньги-то не нужны. Я свою машину не содержу. Я свой трактор не содержу. Если мне нужны какие-то... А благо общины, пожалуйста. Конечно. Нужны мне деньги. Я звоню нашему главному этому, который купец, и говорю, слушай, мне вот нужно из города привезти вот это, вот это. Да без проблем. Купец знает, где чего взять, что привезти. Ему тоже деньги не нужны, потому что он управляется деньгами общины. Ему незачем себе строить золотой туалет. Вот где начинается миропорядок, вот где начинается держава, вот где начинается все нормально. Нормальная жизнь. А давай сейчас немножко перенесемся на сегодня. Давай. Это мой завтра, вот, а сегодня? Сегодня, вот я возвращаюсь к нашему разговору о фонде, о котором мы еще ничего не говорили, что есть такая некая идея. Давай как-то ее попробуем озвучить, чтобы зритель как-то нам в комментариях свои идеи подкинул. Ну давай. Или свое отношение, понимание. То есть адресно бывает не всем, всегда можно помочь. Не кто-то стесняется, это вот я сейчас сам говорю. Прошу, говорю, давай запишем видео, тебе нужен компьютер, да, нужен компьютер, работать не могу, там, доделать свои труды. Давай создадим видео с призывом, тебе нужен компьютер. Ой, Вась, ты что? Меня не то воспитает, да, мне как-то стыдновато и тому прочее. Это я про то, у кого я беру интервью. То есть в ваших же, в ваших глазах авторитетных людей, у кого я беру интервью, и они не всегда идут на такие вещи, как вот призывать общественность к тому, чтобы им помочь. К примеру, там тот же Володя Шумов, там уж не знаю, прости меня, если будешь обижаться, у него экспедиция сорвалась по одной простой причине, несчастных 3000, по-моему, не хватило, чтобы купить себе билет обратно. И он был вынужден не поехать в экспедицию, потому что у него срочно что-то там с родственниками или что-то там случилось, он туда деньги перенаправил. То есть вроде бы мелочь вот такая, а у него сорвалась целая экспедиция, там, год или два назад. Сейчас в этом году, слава богу, он съездил. То есть я говорю вот о таких банальных простых вещах, что не всегда адресно, не всегда открыто люди могут по разным причинам призывать к тому, что им необходима помощь. Ну, честно говорить об этом. Я знаю прекрасно, что недавно были у вас проблемы, ну, так скажем, проблемы всегда есть, финансовые, что в каком году вы выпустили видео, где вы спрашивали, а вообще надо народное славянское радио? Была ситуированная такая, да? Вот. У меня было пару раз таких тоже срывов, типа, а может все нафиг бросить. Вот. К чему я все веду? К тому, что может пора нам что-то придумать такое интересное, что в конце концов мы могли друг другу плечо подставить, чтобы не впадали люди в уныние в определенных ситуациях, чтобы была какая-то поддержка друг друга. Вот. Это, конечно, прекрасно, это здорово, когда Вера Лысенко там мчится с Америки и покупает камеру за 100 тысяч, или Антон там покупает микрофоны, ребята мне там в месяц шлют тысячу там, кто 500 рублей, кто 50, а бывает у ребят нету возможности, бывает у ребят есть возможность помочь, то есть это все вот так вот наплывами, то есть, то нет, то есть, то нет, и каждый раз сидишь на иголках и не знаешь, что дело, выходить на работу, не выходить на работу. Это так о себе. А есть люди, которые действительно серьезными, я считаю, делами занимаются, они не могут закончить некий труд, некую работу, а снять некий фильм какой-нибудь на какую-нибудь серьезную тему, Который к нам имеет прямейшее отношение Который помогает нам нравственно, духовно расти Нам помогает самосовершенствованием заниматься Ну, расти, в прямом смысле слова И вот есть такая возможность что-то придумать Вот честно скажу, к чему я все это подвожу Потому что, когда я поехал в Крым Мне попался Сережа в Кастрополе У которого я отдыхал Который мне подбросил идею, которую я тоже вынашивал уже, наверное, года два Я приехал к Алексею для того, чтобы посоветоваться, проконсультироваться И сказать, ребят, может пора нам что-то придумать в конце концов Чтобы мы могли помогать друг другу Как-то это, ну не то, что структурировать А может и структурировать, что ли Взаимопомощь нашу Наше взаимодействие Как-то попытаться выйти на следующий уровень Хватит нам обособленно жить С этим вирусом в башке Что мы отделены друг от друга К счастью, есть люди, которые считают, что им нужно народное славянское радио К счастью, есть люди, которые считают, что им нужен там парень севера Руси с родным видением К счастью, есть люди, которые считают, что им нужен Говор Владимир Иванович И так далее, и так далее, и так далее Сергей Данилов же нам показал вот эта ситуация с домом Показала же ситуация, что мы можем подставить друг другу плечо Мы можем друг другу помочь и построить дом Сергею Александровичу Данилову все-таки мы дом-то построили Честно говоря, сердце не на месте Я до сих пор к Алине могу съездить к его супруге Как правильно сейчас говорю, вдова Съездить и сделать видеоотчет о том, что на какой стадии достроили, не достроили Вот банальная вещь, туда и обратно надо денежка на бензин А нет возможности Но все-таки мы построили дом витязью тому, которому мы считали Что он авторитет в наших глазах Который приносил нам пользу в свое время Давай ты, а то я долго что-то тут речь заверну Я начну с другой стороны Давай Если сейчас, на сегодняшний момент Все больше и больше людей говорят, что что-то в этом мире идет не так Если все больше и больше людей осознают, что многие проблемы у людей начинаются с малого возраста Когда в них вкладывается что-то Это говорит о том, что люди начинают что-либо осознавать Они начинают чем-то интересоваться Многие люди говорят, я больше не могу смотреть этот телевизор Потому что там одни зомбарики Потому что этот уровень уже меня не устраивает Он меня когда-то устраивал Вот уровень дом 2 или какие-то там телешоу или что-то еще А сегодня он меня уже больше не устраивает Я вырос из этого Я понимаю, что при помощи этих вот программочек Что-то изменить к лучшему не удастся Это была ступенька на своем развитии Теперь стоит вопрос Вопрос стоит Хорошо А что взамен появилось? Да А взамен появились различные наши Уже целенаправленные Какие-то Средствами массовой информации это трудно назвать Но какие-то центры Выдающие что-либо в видеоформате или в аудио Которые позволяют разбираться людям, а что делать дальше Но теперь у меня стоит вопрос Если вы свое время поддерживали средства массовой информации Которые сейчас вас не устраивают А как поддерживали? Ходили в кино Ходили в кино Смотрели телевизор, по которому шла реклама Ведь там же все это учитывается Покупали газеты Учитывается, например, рейтинг, программы какой-то Вы этот рейтинг делаете Значит рекламы больше платятся Значит вы, по сути, поддерживаете того, кто эту рекламу показывает Так вот, вы косвенно поддерживали их Эти средства массовой информации Вы Прямо, не косвенно Ну, многие же не понимали Вы покупали те товары, которые рекламировали И через эти средства массовой информации И поддерживали тех рекламодателей Которые за счет вас жерели Теперь вы вышли из-под Вас теперь эти рамки не устраивают Вы хотите теперь хорошую, качественную продукцию Вы хотите теперь качественную информацию Какую-то Вопрос А где ее взять? Но если вы там поддерживали И вы видите, как эта поддержка народная существует Вопрос А вы что думаете? Какое-то чудо произошло из средства массовой информации Ну, пока в кавычках средства массовой информации Наши Те, которые мы сами все делаем Они сами собой будут существовать? Что люди теперь, которые живут И делают средства этой массовой информации Они перестали что-то кушать Они перестали в чем-то жить Они перестали перемещаться Перестали на себя что-то одевать У них что, дети пропали? Родственники пропали? Которых также надо поддерживать? Какие-то семейные обстоятельства? Нет, друзья Кранты нам никто не дает Нет, не дает Спонсировать никто Тоже не спонсирует Да мы вообще не спонсируем отказывать Я у себя на заднем дворе Алмазную шафту не откапал Нет еще, да? Не получилось У меня нефть тоже пока не нашли В общем, ситуация интересная получается Тех, которыми вы недовольны Вы очень долгое время спонсировали Те продукты питания Которых вы очень долгое время спонсировали Вас не устраивает? Вы все равно их поддерживаете И сейчас тоже поддержите Потому что очень мало нормальных А свои почему-то Которые появляются Вы думаете Ну как так? Ну они же свои Ну они же не требуют денег Значит не надо их поддерживать И эти тоже сами собой будут развиваться Да такого не бывает Только сами собой сорняки развиваться могут И кошки родиться Выживать Выживать, да Мы быть может Благодаря опять же Вот моим верным единомышленникам Которые мне ежемесячно перечисляют денежку Я быть может выживу какое-то время Но я не смогу повернуть вектор развития человечества Там или славянства Никак Алексей то же самое Он будет годами очень медленно это все делать Нам необходимо расширяться Нам необходимо развиваться Кто-то говорит плохое слово Хорошее Развиваться и взращиваться То есть такое вот Да Нам расширяться В данном случае развиваться Оно очень хорошо К месту И расширяться И развиваться То есть вот такие вещи Ребята А сидеть на одном месте К примеру У Алексея Там в месяц 100 тысяч просмотров У меня там 10 тысяч Конечно мы можем 100 лет Этим заниматься У него 100 тысяч просмотров У меня 10 тысяч просмотров А может быть Мы же можем Развиваться Расширяться Мы же можем Извините меня Выкупить чистоту ни много ни мало, да, какую-то радиовещательную, федерального значения. А почему нет? Кто сказал, что это невозможно? У меня в Воркуте парень кабельное телевидение создавал, а потом просто выкупил частоту вещательную по республике Коми, и он свое телевидение создал. Ему это тогда обошлось полтора миллиона просто купить лицензию. Кто сказал, что полтора миллиона это непосильная сумма? Это легко на самом деле, если сообщать, сделать. Почему бы не создать свои средства массовой информации? Действительно, Народное славянское радио, выкупить федеральную чистоту и вещать на всю Россию по всем регионам. По-моему, мы сами себя ограничиваем. Ну я все-таки закончу эту мысль. Я тебя вечно перебиваю, прости. Ничего страшного. Получается такая интересная ситуация. Вы поддерживаете, даже сейчас все равно многие продолжают поддерживать так или иначе косвенно, тех, кем вы недовольны, кого вы ругаете, кого вы просто вот кипит ваш разум возмущенный по их поводу, а своих почему-то не поддерживаете. И вот тут как раз, на мой взгляд, две есть проблемки. Первая проблемка, она такая, от меня ничего не зависит. Ну что такое там 50 или 100 рублей? Но при этом, когда люди заходят на канал и смотрят цифры, говорят, я тут чуть-чуть умножил просто. Я смотрю количество подписчиков, количество в группе, количество просмотров. Я тут на 50 рублей умножил и понимаю, что по сути это бюджет, ну там скажем, радиостанции «Звезда». В районе так 7 миллионов рублей, условно. Это такой базовый бюджет. 5-7 миллионов – это вот уже бюджет, с которым можно что-то начинать делать. Плюс там еще чего-то, но это бюджет. Они говорят, ну как так? И что, у вас нету? Я говорю, нету. Почему? Да потому что многие, первое, не думают, что 50, 100 или 200, или там 500 рублей могут изменить ситуацию. Просто не верят в это. Не обращая внимания на количество рассмотров у подписчиков. А второй, самый главный фактор – это то, что люди, опять же, отравлены цивилизацией. Нас приучили, что сначала вы получаете товар, вернее, сначала вы платите, а потом получаете товар. Или в кредит. То есть идете в кино, вы сначала 100 рублей заплатили, потом посмотрели фильм, с чего я начинал сегодня. Устраивает, не устраивает, но вы уже заплатили, обратно не вернут. А тут вам на халяву это все раздают. А тут все требуют наоборот. Да, дай мне вначале впитать фильм, а потом я забуду. Забуду, да. И не понимают, что хороший тон, хороший тон, если вы еще не в общине, если это не ваше общинное телевидение, радио, если это не державное телевидение, радио, вы еще не в державе находитесь, то хороший тон такой, вы прослушали какую-то передачу, взяли, например, 50 рублей или 10 рублей отправили, просто посмотрели хороший видеоролик, классный видеоролик, который помог мне в чем-то разобраться, помог моим родственникам разобраться. Взяли 50, 100, там 500 рублей и отправили. Это хороший тон. Да это поконы природы, по-нашему, по-русски говоря. Тебе мироздание дало информацию, почему ты считаешь, что ты не должен хотя бы частично, что ли, восполнить, в обратную связь что-то отдать. Если тебе что-то было дано, то ты можешь же в ответку что-то дать. Или, если ты уж сомневаешься, давай туда или нет, хотя бы вот набери там 8, 900, Леш, тебе надо что-нибудь? Вот почему, я не знаю, элементарного не сделать. Ну, я все-таки продолжу дальше. Смотри, какая ситуация. То есть, сейчас я не призываю к тому, чтобы вы сейчас кинулись и начали вот там деньгать. Я просто рассказываю суть того, что происходит. Люди отравленной цивилизации, они считают, что вот за то, что вас принудили заплатить, то за это, да, надо платить, доволен, недовольен. Я возьму по полной раз, я заплатил, я все. Да, да, да. Вот. И даже если меня не устроит, и даже если могу отбить, ну что ж, ну лоханулся, но с кем не бывает. То есть, в следующий раз я пойду, заплачу, куплю эту отраву, там или какой-то видюшку, там или еще что-то. А тут другая ситуация. Тут бесплатно вам раздают. У меня были предложения, и такие сейчас предложения, вот есть на некоторых каналах, что создаются платные каналы. И когда мне предложили, я в этом участвовать не буду. То есть, какая ситуация? То есть, какая ситуация? Да не то, что против совести. Какая ситуация? То есть, делается какой-то, например, там 2-3 месяца бесплатного просмотра. Там хороший контент, там хорошее качество, все замечательно, все здорово. А потом через 2-3 месяца зарегистрированный пользователь не может войти только по логину и паролю для того, чтобы получить доступ ко всей скрытой информации до тех пор, пока у него на счету ноль. Он уже через 2-3 месяца должен положить, ну условно, там 50 рублей или 100 рублей. Ну, небольшая сумма денег. Но это, друзья мои, цивилизационный подход. Извращенность. Не извращенность, нет. Это цивилизационный подход, когда вас обязывают заплатить. То есть, не ваша чуйка, не ваше сознание работает, а вас, как рабов, обязывают это заплатить. Не совесть. Ну не совесть, да. Не воля ваша. Я закончу. Или как рабов, или как тех, которые в цивилизации погрязли, или еще кого-то, кто просто понимает, что это интересно и за это надо платить. А здесь, когда не цивилизационный подход, а державный, вы понимаете, что это нужно, и вы в это вкладываете кто-то деньгами, кто-то продукцией, кто-то товаром, кто-то добрым словом, кто-то распространением информации, кто-то приходит и начинает делать элементарно. Ну, к примеру, у нас сейчас там говорят, вот у вас звучит там музыка, которая, на мой взгляд, на славянском радио должна звучать. Я говорю, хорошо, я с тобой согласен, но если я сейчас убираю всю эту музыку, то в этом случае дырка образуется. Ты чем-то готов заполнить? Контент. Контент. И сразу раз человек отпадает. То есть критиковать, пожалуйста, а когда, ну, ты пришли, две-три, хотя бы две-три группы пришли мне, пришли мне просто, ну, 10-20 произведений, которые заменят то, что ты считаешь ненужным. Да я с радостью это уберу и заменю. Вот даже до такого смешного доходит. То есть получается, люди готовы идти покупать даже отравленное, но их вынуждают. Люди готовы платить за то, что им потом откроется доступ, но вот здесь не осознают, что необходимо без напоминаний, без стычков в задницу, без каких-либо там посулов, посылов и прочих-прочих-прочих сладостей поддерживать то, что нужно. Ведь многие мне пишут, как классно, что вы есть. Я думаю, тебе такое же пишут. Как классно, мы тут столько всего понимаем и видеоролик, который вы сейчас начинаете делать, тут все открывается. И тому, что звучит на радио, очень много, я понимаю. И я детям свое даю слушать, и родителям, они просто в некотором восторге от того, елы-палы, почему этого раньше не было. И получается, что самое интересное? Получается, что вы-то довольны, вы-то получаете с этого. А вопрос, а развивается ли это, чем вы довольны? А оно движется дальше. Ведь смотрите, если бы у нас был, грубо говоря... Чтобы были ваши же единомышленные. Конечно. Если бы у нас сейчас был нормальный бюджет, ну скажем так, условно, 5 миллионов рублей, в эти 5 миллионов рублей мы могли бы пригласить нормальных дизайнеров, программистов, звукорежиссеров, артистов, которые бы... Программ, огромное количество, которые сейчас у нас есть, огромное количество. У меня там сейчас десятых программ, которые просто я готов выложить. Это готовый уже текст, готовый и все. Давайте, начинайте. Тех же самых копирайтеров, которые бы эти программы наполняли. Ребята, я не могу этого сделать. Эти каких, по соцсетям, которые рекламируют, молодежь. Рекламочку. То есть, за эти деньги мы сумели бы сделать более качественное что-то. Я живу в простых условиях. Только она приезжает, говорят, как ты живешь? У тебя дом красивый, но у тебя вообще обстановки нет. Ты сидишь на стульях, который типа сам сделал. У тебя там кухни нет. У тебя что-то непонятно, какие-то столики стоят. А я так живу, мне это не нужно ничего. Машина старая, чтобы передвигаться. Знаешь, я с Сергеем Александровичем Данилом, сколько, не знаю, месяца три, что ли, ну как, не воевал, я говорю, дай я зафотографирую твой дом. Людям покажу. Дай я зафотографирую. Вот то же самое сейчас с тобой начинаю. Дай я зафотографирую твое, вот это вот, где ты там вещаешь рабочее место, чтобы люди увидели. Дайте я зафотографирую свое рабочее место, где я на коленках это вещаю. Это сам себе из Говорова Владимира Ивановича зафотографировать, где он, на каком компьютере, что он там, чего он там делает. То есть, люди офигеют просто увидев все это, как это все делается. А мне пишут, у меня студия, один парень писал, и длинноногие каких, помощницы у тебя ходят по студии. Я говорю, ооо. Знаешь, что меня радует? Мне радует, когда присылают такие сообщения. Вы, такое классное радио, но почему такие ляпы иногда у вас есть? Почему вот этот ролик вот так вот не доделан? А вот тут, например, вот это не доделан. А вот тут можно было и это. Почему вы вот тут? Почему вы не съездили туда? Почему вы не сняли вот это? Почему корреспондента не послали? Я говорю, ребята, а вы вообще в курсе, чем мы занимаемся? Вы такие претензии определяете, как к первому каналу? Ну, или как к четвертому, может быть, или какому другому федеральному каналу, где этих денег достаточное количество? У нас нет этого. Мы, коллектив, который, вот сейчас секрет открою, из всех, кто трудится на Народно-славянском радио, один только я, который имеет книжку трудовую, где проставлено уволен по собственному желанию. Все остальные люди у нас, если не пенсионеры, конечно, они работают и трудятся где-то, они зарабатывают себе куски хлеба вот там вот, на морозе, на жаре, выполняя какие-то там, на дядю бению, на кого-то еще, какие-то поручения, задания и так далее. Вместо того, чтобы здесь, на радио, и когда разговариваю с людьми, говорю, ну вот ты готов, он говорит, я хочу, но я просто вынужден, например, 8 часов своей жизни в день тратить вот на то, на то, на то. То есть они в цивилизации трудятся, зарабатывают себе, чтобы потом прийти на радио, полусонные, уставшие, забыв все дела по дому, детей и так далее, отработать 2-3 часа, в державу эту пропихнуть, прислать мне материал, который я еще, может быть, не одобрю, может, еще забракую, или я сам сяду до ночи, до утра переделывать его, и потом только выпускаю. Вот такая у нас ОРТ, вот такая у нас ТНТ, и прочее, прочее, где каждый из нас вкладывается по полной не из-за того, чтобы деньги иметь, а для того, чтобы вам, в конечном итоге, в вашем родне и всей державе, всей стране, и всему миру жилось лучше. Потому что держава это не Россия, Россия это часть державы, это не Украина, не Белоруссия, не Черногория, это все северное полушарие, где люди хотят жить по совести, чтобы никто их не гнобил, не насиловал, не убивал, не резал, где люди бы не смотрели в карман другому, чтобы из него что-то спереть, стырить, не завидовали кому-то другому, что он лучше живет, а жили так, как им предназначено свыше, по божественному промыслу, чтобы могли раскрыть себя в полной мере, проявить, чтобы каждый был для держави ценен, и чтобы каждый понимал, что держава для него это очень важно. И тогда все правители, которые сейчас есть, потихоньку, те, которые думают о людях, будут очень уважаемы, а те, которые не думают о людях, они насосавшись, просто отвалятся, потому что они больше в державе будут не нужны. Держава так устроена будет, что те, которые сейчас сосут, они получат свое и отвалятся, а те, которые заботятся, они будут подняты на тот уровень, которого они достойны, и они будут в высоком уважении. И такие сейчас уже там есть. То есть без революции, без каких-то потрясений. Так возвращаемся. Для того, чтобы это было, необходимо людям доносить эти знания, необходимо людям рассказывать, как это все есть. А кто расскажет? Средства массовой информации, где за рекламу люди готовы свою задницу показывать. Да, только за деньги, пожалуйста, мы вашу задницу покажем, только деньги наплатите. Что угодно расскажет. Нет, я сейчас личности не беру, мне это не интересует. Меня интересует общая тенденция, что людям, если платят, то эти люди, как проститутки, вынуждены исполнить заказ того, кто платит деньги. Вот эта цель. Дальше. Если мы не хотим брать деньги с людей, это не говорит о том, что нам деньги не нужны. Нам нужно осознание. Только через осознанность мы сможем построить державу. Когда человек понимает необходимость этого, он понимает, что чем больше будет информации расходиться, знаний, чем больше будет расходиться, чем больше будет появляться качественных роликов, качественных сайтов, порталов. Сейчас много проектов, которые надо делать именно для державы. Взаимодействие с людьми, с властями, строительство тех же самых поселений, строительство каких-то там фестивальных движений, всего остального, своих производств. Это сейчас все готово. И вот многие в поселения создаются, обособленные такие за забором, у них держава заканчивается, вместо того, чтобы сказать, так, ребят, давайте-ка создадим производство некое, ну, к примеру, там, лен. И вот то, что мы вот туда вложили, мы себе обратно вернем, на бензин, на оплату, это... А излишек на народное славянское радио, чтобы ребята там раскручивали. А излишек в тот самый фонд, в тот самый кошель, про который мы сейчас начали говорить, и к которому я сейчас плавно подвожу. К примеру просто. Если у нас сейчас есть несколько проектов, которые реально можно воплотить, где от которых жить в нашей стране и в соседних странах станет лучше, без потрясений, без кровопролитий, где люди просто получат то, что им необходимо по жизни. Есть несколько проектов художественных или документальных фильмов, где известные режиссеры, не называю сейчас фамилии, уже себя проявившие на народные деньги, будут готовы снять очень качественные продукты о нашем прошлом и о том, что делать и как быть. Есть множество людей, которые не могут выпустить свои книги. Есть много людей, которые не могут заснять свои фильмы. Есть много людей, которые не могут что-то сделать для того, чтобы это вот дальше процветало, раздвигалось и продвигалось. Съездить в экспедицию. Съездить куда-то, например, ту же самую экспедицию, заснять и отчитаться и выложить. Вот для этого. И выкупить федеральный канал вещания. Вот для этого нам необходим уже общий кош, где были бы доверенные люди, управители. И этот кош, был попечительский совет, и вот этот фонд современным языком мог тратить деньги не на жирование каких-то отдельных особей, а на создание того, что сейчас необходимо каждому из нас. И вот сейчас пришло время создания этих проектов, которые могли бы финансироваться из совместного общего котла миром. Всем миром, который необходимо сейчас создавать. Пришло самое время. И тогда из этого будут выстраиваться отдельные проекты, которые будут взаимосвязаны между собой, которые не будут нарушать совершенно ничьих интересов, но при этом будут давать коренным жителям нашей великой страны и соседних наших братских стран познавать свое прошлое, познавать о том, как жить в мире с другими людьми, чтобы тот кон, который был передан предками, соблюдался и чтобы культура своя народная процветала и увеличилась. И чтобы никто при этом не был ищемлен. И если какие-то мерзавцы будут нам мешать, чтобы нашлись те, которые бы их поставили на место. Вот это все государственный масштаб не сломки государства, не сломки держава, а всего лишь навсего помощь тем, кто сейчас обращается с непониманием, а что происходит, выход из этой системы подчинения западной парадигме, которая сейчас всех дует и уничтожает, уход от зависимости различных экономических и политических и создания того сильного государства, которое должно называться держава и жить по тем конам, по конам и устоям, которые завещаны нашими предками в каждом народе, чтобы все процветали и не было вражды. Ты знаешь, как я недавно тут под Москвой проезжаю, на заборе написано типа, милый, а я не знаю никаких других отношений, кроме как рыночных. А если серьезно, то к чему все это дело, мысль выскочила, пока решил пример рассказать. К тому, что действительно, Алексей прав, подошло время, когда мы должны миром сообща начинать действовать. Вот, Сергей Данилов, славная ему память, показал это, что мы можем, мы должны взаимодействовать, мы должны выходить на следующий уровень сообща, и мы должны что-то новое придумать. Что-то новое, не обязательно уж совсем новое, хорошо забытое старое. Хорошо забытое старое, да. С учетом современных условий. с учетом современных условий, то есть некое общественное объединение, не общественное объединение, институт, не институт, назвать можно как угодно, хоть общиной, хоть не общиной, то есть где люди бы могли вы сами, те, кто в ваших глазах, скажем так, авторитетные, люди, показать их, вот под этим видео написать или на официальный ящик Народное Славянское радио, там или мне, парню севера или родное видение, написать, а мы вот считаем, что вот авторитетный человек в моих глазах, вот такой-то, указывайте фамилию, ну к примеру, приводим пример, Говора Владимир Иванович, мы хотим, чтобы в вашем общественном объединении, фонде, там, я не знаю, как в институте, чтобы он был, чтобы шла ему помощь, вот, и вы указываете ваших, ты знаешь, я вот тут с тобой, я с тобой могу и согласиться, нет, первичный вариант может быть и такой, но если мы говорим про общинное направление, то в этом случае надо отталкиваться не из того, что присылающий деньги хочет, не, не деньги присылающий, ну что-то, что-то, пожелание, 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 высказать, а то, что есть достойный мужик, которым народ доверяет, это первый признак копы, что есть те, которым народ доверяет и которых он назначает, то есть мы должны вначале, вы, зрители наши, должны, слушатели, обозначить, кого вы признаете, кому доверяете, и кого назначаете на какой-то, ну попечительский совет, например, который сформирует, как это все будет делать. то есть вы должны указать фамилию, имя, отчество, и, ну там, ссылочку, к примеру, на него, кого вы считаете, что этот человек достоин вашего внимания и вашей поддержки. и даже не ты, который достоин, мы же говорим сначала о формировании этого фонда, вот должен быть попечительский совет из доверенных людей, люди, о которых знают, что они не воры, что они за державу, за то, чтобы не было войнушки, не было кровопролития, и главное, они здравомыслящие люди. Так вот, мы сначала формируем попечительский совет, который назначает управителя фондом, опять же, доверенного, как в копе это и есть, и потом уже в этот фонд люди присылают деньги и попечительский, и свои предложения, к примеру, мы хотим, чтобы было вот это, вот это, вот это, дальше попечительский совет или совет уже управления, потому что попечительский это первое, дальше назначенный директор, ну условно, директор, который управленец, и совет управления, они ставят в план действий. Например, сейчас там срочно необходимо сделать вот это, вот это вот это потом вот это вот это вот это потом вот это вот это у нас фонде например там 10 миллиардов условно да из этих 10 миллиардов вот на эту программу мы выделили вот это она через год начнет действовать и она обеспечит вот это вот это вот это вот на эти деньги мы снимем вот столько-то видео фильмов серьезных и хороших качественных наймем вот таких-то известных режиссеров и сценаристов и актеров например до фамилии сейчас не называем как договаривались вот на это мы проведем вот такие такие-то мероприятия эти деньги то есть это тот тот комитет который занимается тем что проводит в жизнь те пожелания народа которые нужны с учетом возможностей и необходимости и приоритетов и вот тогда у нас будет на самом деле народное державное правительство управления этим фондом через доверенных людей которым люди доверяют что они не воры что они живут не ради своей выгоды ради державы ради того чтобы было счастье во всем мире условно и чтобы каждый человек живущий на земле исполнил ту программу которая свыше ему дана и вот такая система на мой взгляд более жизнеспособна будет согласен я вот скажу больше значит я что вот предполагаю что мне было озвучено тоже идея которую собственно говоря все равно что моя идея есть такой человек как владимир волнович говаров юрий степанович рыбников я бы вот это просто два человека на самом деле их там много я был просто будут захотел бы чтобы они вошли в этот совет сами и сами решили куда им девать наши средства которые бы мы перечисляли в этот ну институт объединение фон там как угодно его можно назвать то есть о чем дело то есть о чем речь как можно проще все сделать чтобы это было как можно прозрачнее чтобы это все было что четко я перечисляю деньги куда в этот фонд и я знаю что эти деньги никуда не уйдут а для этого что надо чтобы в этом фонде работали только те люди которые я считаю что они там достойны и пускай они эти деньги мои которые я там свои крохи 50 рублей перечислю девают сами туда куда им надо надо создать книжку напечатать пожалуйста финн вот уж алексей озвучил отснять фильм пожалуйста то есть это уже их не проблема то есть некий совет попечительский или там как у здравомыслящих людей которые не стремятся и карман напомню за счет народа да но эти люди нам дают же нам же эти же свои же знания и чтобы в этом совете они были вот я предлагаю примеру для начала владимир ночью гора вот такого еще там рыбникова юрий степанович это и пускай они сами решая тут накопилось полтора миллиона кому чё надо хочет рыбников юрий степанович требу генераторную там создать какую-то эту машину пожалуйста хочет он там напечатать свою книгу своей русской математикой да пожалуйста гора владимир иванович хочет сдать свою математику да пожалуйста пускай издает в любом случае все их не работы они нам помогут на следующую ступеньку вставить пускай там они ошибаются на какой-то процент ничего страшного мы потом все равно это перерастем и мы увидим где какие ошибки были но нам это поможет то есть элементарно нам ребята надо сделать следующий шаг следующий шаг создать некую организацию в которую вы сами укажете в ваших глазах людей которых выдавал которым вы доверяете чтобы они вошли в этот совет и сами управляли средствами которые мы им будем присылать все очень просто мне кажется то есть по сути это пока на сегодняшний момент виртуальная держава прототип обеспечения державы дальше фонд этот будет поддерживать как лично людей которые необходимо сейчас оказать помощь для того чтобы они что-то сделали но нужен компьютер например человеку он видео монтирует и не может до выделили деньги нужно звуковая аппаратура выделить деньги но это такие ну мелкие шаги за нужно застегать фильм мы не бегаем там с взмыленной задницы по поводу там дайте 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 а у нас есть например там 3 миллиона взяли 3 миллиона профессионалов набрали в течение полугода фильм готов и бесплатно выложили потому что это народные деньги фильм народный нужно например поддержать какой-то проект создания общины которая не просто будет община очередных медитирующих товарищей или пляшущих или что-то еще делающие община которая и этим занимается то есть и духовным ростом что само собой в первую очередь должно быть сама собой но этого недостаточно но и производство свое что было еще необходимо например перерабатывающий базу необходимо как-то сбыт или что-то еще работа с магазинами которые готов продавать мы создаем эту всю систему которая будет сама окупаем а что тоже важно не с целью обогащения себя любимого с точки зрения достатка участников в этой системе и возврат денег в фонд чтобы фонд еще помимо того что получает в внук от людей еще возвращал деньги по совести и по чести чтоб каждый работник этого структуры который с фондом связано жил в достатке по совести в ладу с природой по признакам и понятиям общинам через сознание я понимаю это прекрасно вот как раз это и будем обсуждать чем будет этот фонд или объединение заниматься во чтобы разрешено будет ему вкладываться во что нет потому что многие я уже предполагаю скажешь не 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 ребят только не бизнес извлечения прибыли ни в коем случае я согласен фонд никакой извлечения за и были не должен заниматься заниматься туда день то есть вот вот я считаю так что фонд должен заниматься чем кто вошел в этот совет вот этому совету фунт и должен помогать а фонд этот в этот совет войдут только те люди которые вы сами укажете я сейчас они достойны и сейчас поясню по поводу коммерции значит смотрите есть коммерция личного обогащения вот я не поддерживаю это и пойму образу жизни те кто со мной связан уже тысячу раз в то убедились и понимают что я никогда коммерции не занимаюсь хотя свое время у меня были вы не довольно успешные проект да не мог бы этим занимался время просто понял к чему это все ведет и закрыл потом там ушел с других работ когда уже коммерции перестал заниматься мне это стало неинтересно так вот просто коммерции заниматься это саморазрушение это создание цивилизационной структуры внутри цивилизации это бесполезное задание бесполезная вообще идея и саморазрушения наша задача создавать державное производство которое будет позволять тех кто находится в общине и в державе обеспечивать всем самым необходимым обеспечивать продуктами питания и про из промышленным чем-то или не продуктами питания чем-то еще другим тех которые находятся за пределами державы за пределами общин и увеличивать благосостояние державы получая не просто доход по карманам который тырится мелочь по карманам тырить а чтобы это все расходилась на нужды держа вы увеличение благосостояния и чтобы в конечном итоге мы понимали эти деньги эти средства мы тратим не просто на усилительные поездки на гавайи а на то чтобы создавать те условия жизни которые нам сейчас необходимы у нас сейчас огромное количество потребностей которые мы упустили восстановление и этого и этого и этого и этого вот какая цель а не просто личное обогащение и не просто коммерция коммерцию вообще не рассматриваю данном случае но фонд но фонд это всего лишь навсего центр аккумуляции денег для того чтобы люди которым необходима помощь ее получали сбор денег на какие-то проекты и доверенные люди доверенные разбирающиеся компетентные должны управлять этими деньгами на пользу державы и каждого человека который в этой державе живет совершенно верно то есть давайте вместе создадим вот этот институт образно называю там фонд как бы которые бы скажем так был максимально прозрачен максимально ясен и который максимально структурирован очень просто то есть кто вошел совет тот и получает деньги в совет входят только те люди которые вы сами указываете то есть сам совет заключает скажем так договор с этим институтом с этим фондом получает необходимые вещи и специалисты например у владимиру ивановичу не надо бегать по каким печатным изданиям до искать где подешевле ему издать его труды по математике там учебники зачем когда эти может заниматься человек с этого же самого профессионал профессиональный до всего лишь нам все решили да но я уже повторялись фильм создать то есть наняли тех 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 то есть вот и ребят в совете задача давать нам информацию максимально быстро и качественно для этого им необходим такой инструментарий как вот этот фонд этот институт который бы им помогал надо компьютер на надо там еще что-то на надо тебе на более того мы вознаграждаем тебя ты нам дал учебник вот его вот сам совет оценивает сумму такую-то там ну и сам автор заявляет свою какую-то минимальную сумму вознаграждение за его труп пожалуйста какие вопросы все очень просто естественно этот фонд в том числе помимо всех задач он должен иметь задачу распространение этой информации максимально хватит сидеть нам блин извиняюсь за выражение в норках своих и своих норок выглядывать там на youtube не на youtube заглядывать и все и даже не лайкать и и все то но это детство пора нам выходить на следующий уровень но все-таки я рассматриваю что это начальный базовый уровень потому что это только-только вот обеспечение нуждающихся которые сейчас нуждаются как и личных финансах потому что так вот бытовое требует и в том числе создание каких-то условий изготовления и отдачи и распространения продукции но я смотрю чуть дальше я смотрю державно поэтому этот фонд или на основе этого фонда что-то появится такое что позволит нам уже создавать нечто большее для того чтобы финансировать проекты именно уже державного уровня создание своих организаций алексей но я просто за что пытаясь сказать тебе и зрителям дом кое-как но мы построили давайте следующий шаг если у нас вот этот фонд получится да я только буду за чтобы мы либо расширили этот фонд и его устав и полномочия и тому прочее либо создали что-то следующее я я буду только за но для начала ребят давайте с малого начнем да с малого начнем купите хотя бы лотерейный билет да как в анекдоте хотя бы с малого потому что честно не говорю я устал я приезжаю к ребятам кому вот я хочу взять интервью я без слез не могу зайти ни в дом не взять интервью потому что ну просто жуть вообще что происходит если вы знали то что знаю я это что я не имею права без их него дозволения говорить на камеру вы бы меня поняли бы сразу слетом потому что вплоть до того что не буду говорить кто приезжаешь а он полтора дня не ел потому что у него пенсия 5000 за квартиру на 3 за за квартиру 3 вы понимаете что выживаем поэтому уж простите мне мои эмоции настойчивость нам надо следующий шажок какой-то делать все потому что ну короче меньше слов больше дела отдела возможно когда есть понимание того что происходит понимание как это все должно происходить то есть осознание и когда вы сверяете вот это вот это и вот то когда она вместе объединяется вот тогда чуйка проявляется и вы начинаете делать то что нужно делать в этой жизни на благо вас лично вашего рода вашей семьи через совместное державное проживание вот как то так что заканчивая да я я сейчас свою последнюю ну потом ты если захочешь я тут чуть-чуть политизирую как обычно парень севера не может без этого местное самоуправление создаются ребята вы в своих общинах местное самоуправление когда создаете свои там структуры все чтобы не забывайте такие вещи что вы нужен вам народное славянское радио почему бы вам своем местном самоуправлении не пустить часть финансового потока на поддержание канала или вот этого института вот этого фонда вот почему бы немножечко не подумать о таких серьезных вещах почему бы нам не найти неких желающих людей занимающихся сегодняшними словами бизнесом которые могут поддержать все это я понимаю это здорово и нужно научиться нам помогать друг другу по 50 по 100 рублей но надо выходить и на на следующий уровне надо понимать что если мы создаем свои общины как мы уже выяснили за эти два часа что держава не заканчивается за забором что держава там только начинается и понимать что еще и средства массовой информации это ваши же средства массовой информации которые вам же все равно не никуда не деться нужно содержать в общем дело я только за я готов каждому из вас прийти домой и сделать там по сантехнике трубу по сантехнике я профессионал как бы ну приду и сделаю я не говорю как там некоторые если вы проголосуете за того то то я там я к тому что я профессионал вот в этом деле я здесь максимально полезен вы максимально полезны каждый в своей профессии и мы помрем если мы будем по но раздельно а если мы будем все совместно это дамы действительно будем жить так как мы хотим хоть и уже итог долго туда в общем сознание осознанность понимание это то что сейчас нас спасет через это вы поймете что делать и как делать не будет сознание не будет понимания так и будете по накатами как рабы жить и будете все время плакать что у вас барин плохой царь плохой и как бы нам найти нового хозяина через революции через какие-то побои погромы и прочее раб всегда освобождается только для того чтобы найти нового хозяина но всегда раб убивает таких же рабов как он потому что они также чем-то недовольны и порой они защищают своего хозяина вот в этом и проблема рабского мира который строится на основах цивилизации от цивилизации строится на основах рабовладельчества пришло время и сейчас многие уже об этом говорят и сверху тоже что что-то не так цивилизационная структура парадигма уже не укладывается современность она уже начинает тормозить и вредить поэтому давайте-ка все-таки возьмем голову в руки немножечко там помассируем подключим сердце подключим чуйку подключим то божественное что у нас всегда было и станем сначала человеками потом человече потом азами но все это возможно только державном близким нам по крови по роду системе структуре образе жизни мировосприятие мировоззрение и так далее кому какое слово нравится вы применяйте но вот пожалуй так забыл под этим видео будет ссылка на собственно говоря сергея который автор вот этой идеи где он просто немножко там не на видеокамеру распаковал свою идею чтобы вы поняли с чего вообще все родилось обязательно посмотрите это видео где у вот он просто показал свое видение вот этого фонда вот этого института чтобы понять о чем идет речь то есть он четче это объяснить чем я сейчас мне башка уже не особо варит вот и алексей это дар дар дарованный вам вы точно такой же да и вы точно также можете поделиться в вашем даром с теми ребятами кто будет фонде с алексеем со мной совсем давайте дарить друг другу себя делайте мир лучше но сначала поймите что лучше всегда вы вы лучше вы просто этого может не замечаете вы становитесь лучше понимая как надо жить то есть свое лучшее проявляете и мир откликается тем же самым я всем желаю добра быть добру увидимся и услышимся всему пока ты в мироздании чем-то не поделишься тебе мироздание ничего не даст ответ это же обычная премудрость которым все прекрасно должны знать должны вы не знаю у нас отправлены цивилизация цивилизация построена на недержавным она демонических все говорят у меня есть право извините давайте начнем с обязанность друзья пора взаимодействовать хватит сидеть отдельно как черепашки свои панцири засунувшись и все мы должны научиться взаимодействовать друг с другом мы должны понимать что если мы хотим жить так как мы хотим то наша держава только за забором начинается и мы должны понимать что я должен свой зад поднять и приехать к лёше с ним пообщаться ему позвонить вы должны свой зад поднять и друг другу в гости сходить к соседу начиная со своей же площадке блин но у этого же дома если у вас вот тут что-то неправильно если вы отравлены цивилизации и не мы не понимаете элементарно выгоды существования бытия и жизни держали то в этом случае вы ничего не сделаете вас так и буду дальше угнетать потому что вы как раб этого хотите желаете а мир только исполняет ваше желание еще раз говорю необходимо уйти от раболепства и рабского представления необходимо стать созидателем этого мира необходимо осознанно относиться к этому миру понимать что происходит державе поскольку нет вот этого бизнеса который нам навязали цивилизационного то нету конкуренции если вы чувствуете что человек кого-то принижает не не говорить правду то что есть а именно преднуть принижает как конкурента что у вас лучше это первый признак того что он сам находится как говоришь парадигме современной цивилизации он сам отравлен я приехал к алексею а для того чтобы посоветоваться проконсультироваться и сказать ребят может пора нам что-то придумать в конце концов чтобы мы могли помогать друг другу хватит нам обособленно жить с этим вирусом в башке что мы отделены друг от друга к счастью есть люди которые считают что им нужно народное славянское радио счастью есть люди которые считают что им нужен там парень север руси с родным видением к счастью есть люди которые считают что нужен главы владимир launch и так далее и тогда не тогда вы хотите теперь качественную информацию какую-то вопрос а где ее взять но если вы там поддерживали и вы видите, как эта поддержка народная существует, вопрос, а вы что думаете, какое-то чудо произошло из средства массовой информации, ну пока в кавычках средства массовой информации наши, те, которые мы сами все делаем, они сами собой будут существовать? Если мы не хотим брать деньги с людей, это не говорит о том, что нам деньги не нужны. Нам нужно осознание, только через осознанность мы сможем построить державу. Когда человек понимает необходимость этого, он понимает, что чем больше будет информация расходиться, знаний, чем больше будет расходиться, чем больше будет появляться качественных роликов, качественных сайтов, порталов. Сейчас много проектов, которые надо делать именно для державы. Взаимодействие с людьми, с властями, строительство тех же самых поселений, строительство каких-то там фестивальных движений и всего остального, своих производств. Это сейчас все готово. И вот многие в поселениях создаются, обособленные такие за забором, у них держава заканчивается, вместо того, чтобы сказать, так, ребят, давайте-ка создадим производство некое, ну, к примеру, там, лен. И вот то, что мы вот туда вложили, мы себе обратно вернем на бензин, на оплату, это... А излишек на народное славянское радио, чтобы ребята там... Есть несколько проектов художественных или документальных фильмов, где известные режиссеры, не называю сейчас фамилии, уже себя проявившие на народные деньги, будут готовы снять очень качественные продукты нашего... о нашем прошлом и о том, что делать и как быть. Есть множество людей, которые не могут выпустить свои книги. Есть много людей, которые не могут заснять свои фильмы. Есть много людей, которые не могут что-то сделать для того, чтобы это вот дальше процветало, раздвигалось и продвигалось. Съездить куда-то, например, ту же самую экспедицию, да, заснять и отчитаться и выложить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова